Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Друзья, всем привет! Те, кто мои, я хочу представить вам Макса. Мы с ним услышались на Клабхаусе в феврале, и Макс давал очень крутые идеи. Я зашел на его аккаунт, посмотрел, что он работал с Айазом и многими другими людьми. И я, соответственно, сейчас ему предложил провести трансляцию на тему «Как продавать дорого» и «Как поднять чех», потому что эта тема многих волнует. Если да, тогда поставьте здесь огонесики, плюсики и так далее. В общем, Макс очень реально очень крутой. Рекомендую послушать сегодня трансляцию на Клабхаусе. Привет! Очень приятно тебя видеть. На самом деле, мы с тобой еще раньше виделись. Я ходил на мастер-классы. Вы когда вдвоем работали, у вас была коллаборация с спикером, не забыл, как зовут. Да, не важно. Я за тобой давно наблюдаю. Считаю тебя очень крутые специалисты. Классно, что ВКонтакте тоже переписывались. Помню, и контакты мы несколько раз уже брали. В общем, мы с тобой знакомы. Несколько касаний уже было. Мы сегодня хотим с Валерием провести тему как поднять средний чек и что важно клиентам в маркетинге либо как поднять чек на онлайн-услуги, в инфобизнесе или в консалтинг-коучинг. Тогда, Макс, давай с тебя начнем. Ты расскажи, у тебя как это получилось или клиентам ты делал? И я, по ходу, еще буду какие-то свои что-то добавлять. Ну, я сейчас буду делиться своим опытом. Я не скажу, что он самый верный, самый правильный. Поделюсь именно через что я прошел, так сказать, через те грабли, которые я наступал. И как я понял, как поднять чек, как я к этому пришел. Изначально я работал, ну, вот у меня там услуги по маркетингу, там, тысяч 20-25 стоили. Вот, консультации, за консультацию я брал 5 тысяч рублей. И, как бы, первый шаг на пути к тому, чтобы поднимать чек, было, на самом деле, вынужденной меры. В том плане, что желающих было много. Я один, и я просто не успевал со всеми поработать. Вот, поэтому первый логичный шаг – это нагрузить себя большим количеством желающих, чтобы просто понять, что, ну, вы не вывозите. Да, и поднимать чек до того момента, пока вам станет комфортно тот поток, который к вам идет. Вот, второй момент, который я понял, что я не хочу больше делать руками ничего, да, то есть моя работа всегда была завязана на, там, автоворонке, сайт, упаковка, там, таргетинг, там, вот, все, что связано именно с руками, да, вот, с hard skills, так сказать, да. И в какой-то момент я понял, что меня это не наполняет, если мне это набралось все от энергию, вот, и даже контролировать я эту работу не хочу, вот. Вот, и поэтому я сейчас отказался полностью от маркетинга услуг, от агентства, да, то я два года этим занимался, были большие крупные клиенты, там, и по миллиону рублей, и даже больше, вот. Но я для себя понял, что моя сильная сторона – это креатив, это стратегия, это именно, вот, работать головой, да, вот. И как только я сфокусировался на этом, у меня пошли другие клиенты, да, и другие задачи более интересные, я стал более наполненным, да, то есть мне начало нравиться опять заниматься маркетингом, да, и консалтингом, вот. Третий момент, который я понял, что я часто, вот, сейчас выступаю на конференциях, там, скеллбоксинг, там, Сколково, в мой бизнес, Синергия, там, другие какие-то профильные конференции, я там рассказываю про пирамиду потребностей клиента, вот. То есть, по сути, это пирамида Маслоу, да, вот, и 90% рынка, если говорить про инфобизнес, про онлайн-услуги маркетинга, они работают с первым уровнем клиентов, которые должны закрыть свои базовые потребности. И я осознал, что если вы хотите работать с более высокими человеками, то перестаньте работать вот с этим пластом людей, которые не закрыли еще свои базовые потребности. Если говорить про бизнес, то базовые потребности в бизнесе – это хотя бы нанять отдел продаж, отдел маркетинга, какую-то аналитику вести, там, СРМ, оборот определенный должен быть у бизнеса, да, там, и сам собственник должен дойти до какого-то сознания того, что ему нужны определенные услуги. Вот, поэтому я нарисовал идеальный портрет своего клиента, да, то есть, как бы, кто это, с кем я хочу сам работать, да, и я осознал, что этим клиентам не важна цена. Цена – это третий, четвертый, пятый пункт. Вот, первым, вторым, третьим пунктом там идет сервис, личное отношение со мной, потому что такие люди, как правило, доверяют людям, а не компаниям. То есть, им важна вот эта человеческая коммуникация, химия, которая происходит между вами. И третье – это им важно не hard skills, им вот такие как раз-таки soft skills важны. То есть, мотивация, психология, лидерство, самопрезентация, там, какие-то там консультации. То есть, им важно не просто сделать сайт, а объяснить, как с этим сайтом работать, да, там, провести глубокий аудит, я не знаю, там, например, или упаковка, позиционирование. Вот я сейчас, например, работаю с Полиной Большаковой, да, там, это бизнес-коуч-психолог, и я для нее делаю аудит, стратегию развития ее маркетинга, то есть, какой у нее архетип в интернете, как ей нужно себя позиционировать. И это более интересные вещи и более масштабные вещи, да, нежели объяснить, как ей там таргетинг в Фейсбуке условно, да, там вести. Вот такие мне инсайты. Я понял. А скажи, пожалуйста, как выходить на таких людей? Окей, я писал, что супер, круто, хочу с ними работать, а как на них выйти? Что нужно делать? Ну, опять же, в силу моего опыта и опыта ребят, которые также работают на нормальной чеке, я могу сказать, что такие клиенты не закрываются с таргета. То есть, нельзя просто взять сайт, пульнуть туда рекламу, сказать, типа, слушайте, покупайте, у меня там за 500 тысяч. Потому что нужно доверие, а доверие вызывается не одним касанием, это целая цепочка касаний. И, как правило, лучший вариант для вас – это, как я сделал. То есть, я сконцентрировался два года назад на личном бренде своем, то есть, я начал вкладывать несколько миллионов рублей в свой Инстаграм. Да, это были и гивы, и таргетинг, и реклама блогеров, и обычной кнопкой продвигать в Инстаграме. Таким образом, когда человек на вас подписывается, я прям высчитывал плечо сделки. То есть, примерно через три месяца человек мне что-то заказывает. И я спокойно вливаю деньги в свой личный бренд, зная, что это окупится с лихвой. Потому что у меня сейчас средний чек 100 тысяч. И даже если я плачу за подписчика 30 рублей, 50, до хрен с ним 100 рублей, все равно это окупается в дистанции. Поэтому совершайте большее количество касаний и делайте эти касания качественными. А касания – это качественный коммент, качественный сториз, жизненный, который вы транслируете в интернете. То есть, про семью, про деньги, про здоровье, про саморазвитие, про духовность, про политику, про что-то люди хотят дарить людям. Вот такой инструмент. Так, окей. Ты тогда, пожалуйста, тогда попозже еще расскажи про… Ну, вот конкретно просто, например, взять Полину Борешкову, взять еще каких-то клиентов, прям что-то сделал. Я сейчас пока поделюсь своим опытом, как у меня получалось. Я помню, когда я начинал вести продающие вебинары, я помню, свой первый вебинар я продавал, у меня чеки были 5, 10 и 20 тысяч рублей. И 20 тысяч рублей было мое наставничество. Вот. И меня все купили за 20. Типа личная работа как раз, чтобы я помог сделать мероприятие. Вот. Потом, соответственно, я думаю так, если все покупают самый дорогой пакет, знаешь, я прогадал с ценой. Дай-ка подниму еще раз. У меня было уже 15, 30, 50. Я смотрю, у меня все снова покупают за 50. Я понимаю, что я снова прогадал с ценой. И потом у меня уже были продажи 15, 30, 60, 150. И средний чек у меня 60, в основном все брали по 60. Я говорю, о, отлично, я нашел свой идеальный средний чек. Типа это там групповая работа была. Вот. Потом, очень круто бывает, когда что-то, что... Мне один из моих учеников, как раз, который купил за 50, он такой говорит, я хочу взять личную консультацию, с тобой увидится. И мы с ним встречаемся. И причем даже по нему не скажешь, что у него очень много денег. Но я смотрю на эти золотые часы, думаю, ну ладно. И он такой, типа, слушай, я тут слышал, что ты в целом, у тебя есть какая-то годовая работа, можешь про нее поподробнее рассказать? А я просто кинул, что у меня, типа, есть. Я даже не планировал продавать, но у меня, типа, есть. Вот. И он говорит, ну да, а сколько у тебя это стоит? И я такой, миллион. Он говорит, миллион чего? Я говорю, рублей. Он говорит, ну да. Он говорит, я вообще планировал как бы три, ну, раз миллион, то миллион. Я сижу, думаю, блин. Вот. И, короче, получилось так, то, что я первый свой коучинг продал за миллион рублей в год. И сейчас какой-то тезис я хочу донести всем, кто сейчас смотрит эту трансляцию. Ребята, попробуйте прописать, что вы можете дать людям за миллион рублей. Ну, то есть, просто, да, вот просто возьмите, пропишите. Вы работаете с ними год. Вот представим, год вы работаете, и что вы можете дать им. Это может быть личное наставничество, это может быть какая-то услуга под ключ, например. И, соответственно, можете даже сейчас в чате написать, каких-то набросать ваши ниши, чем вы занимаетесь, и мы с Максом уже прям в прямом эфире можем подокручивать и, например, какие-то вам идеи попредлагать. Вот. Макс, у тебя что-то с интернет-соединением постоянно у тебя лагает. Вот. Посмотри, пожалуйста. Вот. Соответственно, да, посмотри, а то у тебя все время этот кружочек крутится. Так, давайте это, у вас сейчас пока тоже... Сейчас должно быть вроде нормально. Да, сейчас, сейчас уже нормально кружочек нет. Ну, у тебя просто простенька чуть подвисает. Я пока ты говорил, кстати, вспомнил, где я еще тебя видел, я подписан на блог горилла, называть ВКонтакте, там чувак лысенький какой-то, на базе. Да, 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 это мой клиент. Он это обучался, вот, прикольно. Слежу тоже за ним, классные запуски делать. Вот. Я пока ты говорил, вспомнил еще важный инсайт, который я условил. Вот, если вспомнить формулу прибыли, она, ну, все ее знают, это количество клиентов, средний чек, LTV, издержки и конверсия. Я начал работать с LTV. То есть я начал думать, вот у меня все разовые покупки, да, там, по 50 тысяч, по 100 тысяч. Я думаю, а как мне сделать так, чтобы, вот, условно, я нашел себе 10 клиентов, да, и как мне их пролонгировать на год? То есть я начал думать, как бы, не в контексте закрывашки, типа, каждый раз закрывать новое, потому что это долго, это муторно, это, типа, деньги нужно платить за привлечение такого клиента, время тратить, да, это все сложно. И я понял, что моя, например, концепция, которую я тоже многим передаю, которые вот ребята идут ко мне на наставничество, да, там, по теме маркетинга, что вам не обязательно заниматься, опять же, руками делать, там, не знаю, контекстную рекламу. Ведите в качестве коуча, да, то есть в качестве наставника, либо трекинг это называется, бизнес трекинг, то есть договоритесь с бизнесом в течение года трекать его по теме, например, контекстной рекламы. Это стоит сотка в месяц, да, и вы таким образом, экономя бюджет этому клиенту, более эффективно, сумев настроить рекламу этому человеку, вы, получается, и ему пользу несете, и вам хорошо, классно, да, при этом вы руками не настраиваете, то есть вы можете совершенно спокойно работать с его уже существующими сотрудниками, как, например, я делаю, да, то есть я прихожу, передаю стратегию, да, там, компании, и я эту стратегию могу реализовать силами этой команды. Да, очень прикольная идея, ребят, вот кто из вас сейчас фрилансом занимается или какие-то заказы берет, напишите плюс в чате, так вот, это очень крутая тема, я даже сейчас подумал, надо у себя тоже что-нибудь подобное сделать, потому что, правда, вы можете не делать своими руками, вы можете консультировать, а для того, чтобы как бы оконсультировать, это типа выше уровень, вы как аудитор, и прям можно позиционирование брать, что вы как ревизор в таргете или ревизор в контексте, в копирайтинге, там еще в чем-то, вы приходите и делаете аудит, и это очень круто, очень крутая идея, спасибо, Макс, вот, тут девушка написала, Виктория, по поводу того, что если психология, слушайте, у вас психология конкретно чего, в психологии есть куча результатов, психология может быть про деньги, про отношения, про здоровье, еще про что-то, и если, например, взять, растянуть психологию на год, опять же, то есть, какой результат можно, ну, то есть, вы про что, вот если вы конкретнее напишите, мы вам, соответственно, подскажем, так, в общем, у меня к тебе вопрос, вот как ты вышел на Большукова, что ты конкретно сделал, потому что в моей, например, картине мира, я считаю, что, ну, то есть, супер, ну, типа, те, которые очень известны, их либо по рекомендации, либо на какой-то эвент, поэтому я везде вписываюсь во все движухи, где можно как-то лично законтачиться с лидером мнений, и через этого лидера мнения выйти уже на кого-то, поэтому я как бы, я плачу за леда, покупая дорогие курсы, соответственно, сразу в ВИП, чтобы лично познакомиться, и со всем его окружением тоже познакомиться, то есть, я тут недавно вписался в наставничество, там тоже за лям, и как бы, зато я покупаю себе окружение людей, которые готовы заплатить лям, и, соответственно, им всем можно продать свою услугу, и на этом заработать, я помню, я с Воронином, когда работал, миллиард за миллион, который, помнишь, курс был, вот, так миллиард за миллион, это я придумал, я пошел к Воронину, я пошел на МЗС, и к Воронину в наставничество, все два месяца и продал ему свое доставничество, короче, в итоге я заплатил 500, а заработал 3600, вот, и соответственно, вот я эту, я как бы, для меня в моей картине мира, что вот эти, ну, типа, с людьми, которые топы в лидерах, с ними можно через оффлайн. Расскажи, пожалуйста, свое видение, как ты это делаешь. Очень классная методика, она самая эффективная, самая простая, и вот если предположим, вот у ребят, которые будут смотреть это видео, есть запрос быстро выйти на таких людей, то самое оптимальное, это вписаться в какой-то мастер-майнд, в коучинг, например, вот я вот очень часто сейчас дружу, общаюсь с Владиславом Бермуду, мы с ним вместе выступаем там на конференциях, кстати, у него тоже инсайт прикольный, как повышать средний чек, делайте это каждые 5 продаж, вот вы 5 раз продали за 50 тысяч, повышаете до 100, 5 раз продали за 100, повышаете до 150, и как только дойдете до планки, когда вас перестанут покупать, значит, нужно снизиться, вот такой инсайт, мини-инсайт, и вот, и мне Бермуду рассказал очень прикольный кейс про Евгению Павловскую, это такой тоже психолог известный, который работает сейчас с известными личностями, с коучами, да, там, и как она сделала, она просто прилетела на Бали, объявила, что вот у нее есть мастер-класс, и она попала в контекст, в тусовку правильную, то есть там уже собрались люди, которые готовы платить там миллион за что-то, вот, то есть как бы засуньте себя целенаправленно вот в правильный контекст, вот, а второй момент, который я делал, да, это более долгий процесс, это выстраивание личного бренда, да, потому что, например, на проекте Тони Робинс, да, которым я занимался три года, да, то есть я не только олимпийским занимался, продвижением там, с энергии работал, я в течение двух лет продвигал его по всему миру, и я работал за 150 тысяч рублей в месяц, то есть я делал все, но я понимал, что поработав два года на этом проекте, мне откроется куча разных дверей, потому что на Тони Робинс ездили все, и Маша Саладар, и Цанк Пентасевич, БМ, Довгань, Гандапас, все, абсолютно все ездили на Тони, да, и я понимал, что эта тусовка меня реально поднимет, вот поэтому находите те проекты, которые вам не только деньги дадут, да, но и дадут нечто большее, то есть связи, какие-то коннекты, нетворкинг, да, это очень важно, и, соответственно, пять лет я посвятил тому, чтобы отработать себе вот эти кейсы, то есть Blackstar, Аяз, Гандапас, Тони Робинс, Екатерина Уколова, там, не знаю, там ДНК бизнеса, Михаил Калмаков, куча с кем я работал, и в тусовке меня уже знают, то есть мне условно, вот, там, три месяца назад звонил Аксель, да, там, ребята, там, с Бали, типа, хотели со мной поработать, там, с Кирой Мулановой мы сейчас пишем книгу, то есть важно влиться в тусовку, а влиться в тусовку можно только своим личным брендом, да, то есть, как бы, если вам доверяют ваши результаты твердые, то в любом случае вас заметят, в любом случае, там, Валера Морозов вам напишет, скажет, слушай, давай пройдем прямой эфир, потому что вы классный, да, как бы, и, да, это долгий процесс, выстраивание вот этих вот коммуникаций, доказывание того, что вы молодец, но это более твердый и более долгосрочный такой вот путь, вот, это мой, как бы, инсайт такой. Да, так, как ты в итоге вышел вот на работу со всеми ребятами, которых ты перечислил, как ты... Они, они сами на меня выходят, честно, это не хвостовство, это правда, они сами мне пишут, и, например, две недели назад я созванивался с, там, с этим, с Ярославом Самойловым, да, три недели назад созванивался с, забыл, как женщину зовут, которая, этот, бизнес на шпильках там написала, как ее... Давай тогда отмотаем начало, когда ты только начал, вот сейчас понятно, то есть уже, а когда до того, как было сформировано на старте, что ты делал? Вот там первый, второй клиент. Первый, первое, самое сложное, это первый шаг, и вот многие, кто ко мне на консультации приходят, ребята с запросом, типа, как работать с крупными клиентами, я говорю, придумайте себе резюме. Да, это звучит дико, это звучит, может быть, для кого-то сумасшедшим, да, но так делал Артемий Лебедев, да, вот если у вас нет опыта, да, придумайте его, опишите, чтобы... Например, например. Ну, например, я в течение пяти лет занимался продвижением своей собственной музыкальной группы, да, то есть можете мне в Инстаграме посмотреть, я давно уже занимаюсь музыкой, и как бы я сам продвигал эту музыку, и я как кейс записал, что я занимался продвижением данного музыкального коллектива, и мало знаю, что это мой коллектив, да, и я написал контакты своего знакомого, которому в случае чего могут позвонить, и он подтвердит, что да, я крутой СММщик. Потом я сам же себе снимал клипы, параллельно подрабатывал там в ЦУМе, там еще где-то, и я настолько красиво просто подал этот опыт в резюме, что я закрыл первого клиента, потом второго, потом третьего, и у меня уже появились сериальные клиенты, которые на меня пришли, как на СММщика. Второе, что я сделал, это меня схантили ребята, тогда работавшие как раз по продвижению артистов Blackstar, да, и я им сказал, ребята, я хочу быть партнером, сделайте меня своим партнером, я буду тут ночевать, объясните мне, как работать, как настраивать рекламу, передайте мне свой опыт, ребят, я готов все, что угодно делать. Я полгода реально ночевал у них в подвале, у них не было офис, у них подвал был, да, в Москве. Я изучал, как продвигаться, как рекламу настраивать, как упаковку делать, позиционирование. Я херовал от того, что они за 100 тысяч рублей собирают шеститысячник Эльвану. Просто как это? И я это все впитывал в себя, и в итоге я стал их партнером, мы создали первое мое рекламное агентство из СММ Леман, оно до сих пор существует, вот, и после этого мы полетели на Шри-Ланку, три месяца там работали, жили, и после этого я понимаю, что мне нужны свои уже кейсы, при этом у меня есть Blackstar, то есть я спросил разрешение, могу ли я написать, что я работал с Blackstar, потому что мы же вместе это делали. Да, конечно, Макс, бери, все, я взял себе первого крутого кейс в портфолио, дальше, значит, я разместил резюме на Headhunter, на меня выходит Business Connection, помню, ой, да, Business Connection называется, компания, которая хантит маркетологов, и я понимаю, что девочка, которая меня хантит, ее зовут Катя, мы до сих пор с ней дружим, общаемся, Катя имеет доступ к крупным клиентам, и я Катя говорю, Катя, я же тебе понравился, как человек, как маркетолог, он говорит, да, Катя, смотри, сейчас инсайт будет, да, супер, я говорю, Катя, давай так, ты меня ставишь в приоритет, когда вот ищут маркетолога, да, вот меня ставь в приоритет, а я тебе 10% с чека буду давать за зарплату, он говорит, да, давай, и таким образом я вышел на Радислава Гондопаса, на Тони Робинс, на Сколкова, еще на кучу других проектов, я оказался, то есть ищите, ищите людей-коннекторов, в любом случае есть люди, которые имеют уже доступ к этим людям, если вы напрямую к ним выйдете, это будет сложно, то есть я Аяза добивался месяц, то есть я сначала к нему вписался в обучение, потом доставал его в течение месяца, потом полетел в Вьетнам вместе с ним, там две недели за ним ходил хвостиком, и только после этого он решил со мной поработать, да, как бы, ну, то есть это был долгий процесс, такого типа, выстраивания отношений, да, но можно быстрее, найдите коннекторов, которые уже общаются с ними, и они вас посоветуют, потому что личные рекомендации всегда работают. Прикольно, слушай, супер, а, соответственно, вот на Большой Клоу, то есть тебя уже знали, и тебя порекомендовали. Да, меня написали ее менеджеры, сначала предложили мастер-класс провести, вот я провел мастер-класс сити, для них мастер-класс, для ее клиентов и ее сотрудников, потом я настолько им сильно понравился, что я им предложил создать концепцию аудит-стратегию, которую я сейчас разрабатываю для них. Огонь. Супер, хорошо, а теперь давай это как, ну, вот конкретно про, вот какая методология продаж большого чека, вот давай я сейчас поделюсь, ты, соответственно, добавишь, что-то опущу. Для меня, в первую очередь, люди, которые покупают большой чек, это люди, ну, у них ключевой момент это время, то есть я не хочу тратить ни на что это время, я хочу, чтобы мне это сделал самый главный профессионал, вот, соответственно, с одной стороны, да, надо и себя продать, что, типа, ты профи в этом, второе, это надо понимать ключевой момент, что это время. Я вот даже, когда работал с Воронином, он мне говорил, я вообще не хочу, заниматься ничем, все вопросы, связанные с онлайном, решаешь ты, вот, и надо найти специалистов, ищи сам, сделай там, ну, типа, еще что-то можешь делать, иди делай сам, вот, то есть, если вы хотите работать с людьми на большом чеке, старайтесь сделать так, что у вас есть вся команда, которая, соответственно, готова это реализовать, чтобы, ну, люди получили уже, конечно, результат, который они хотят, вот, это, соответственно, первое. Второе, да, для них очень важен личный контакт, это тоже надо понимать, что они хотят с вами общаться лично, и еще я такое заметил, что для большинства еще важно прям личные встречи, чтобы это был не какой-то зум, а вот им надо встречаться лично, тоже какой-то такой важный момент, поэтому будьте готовы, то есть, если вы хотите высокий чек, задайте себе вопрос, например, если вы живете там, готовы ли, например, летать в Москву, или на какое-то время переехать в Москву, потому что, когда я работал с Воронином, я переехал в Москву, из Питера, вот, и потому что там нам нужно было быть постоянно на коннекте, вот, как бы такой момент, дальше, следующее, когда вот работать под ключ, соответственно, там очень важно, сейчас, если когда ко мне приходят, например, на веб под ключ, тут очень важно, чтобы вы учили клиента, как надо делать, вот, когда вас нанимают, ну, как бы к вам, например, обращаются к специалисту под ключ, очень часто бывает такое, что клиент, когда обращается, он не знает, что он хочет, вот реально, это нормально, то, что они готовы платить для того, чтобы понять, что они хотят, потому что для них это область незнания, они понимают, что они хотят видеть в результате, но они не понимают, как это все должно быть, они хотят, типа, объясни мне, вот, и вам нужно, это реально, возможно, для кого-то сейчас будет инсайтом, но вам нужно понять, что чем больше человек готов заплатить, тем меньше он разбирается в деталях, потому что как раз тот человек, у кого мало денег, он максимально разбирается во всех деталях, чтобы понимать все, потому что он хочет сам все сделать, на этом сэкономить, у него мышление заходит, разобраться во всем, чтобы сэкономить, у человека, у которого есть деньги, он не хочет во всем разбираться, он хочет быть профи в своем деле, нанимать других профессионалов, и он, ну, очень, ну, он очень мало знает о вашей специализации, вот, и у меня мой наставник, например, он, типа, там, входит в 50 самых топовых коучей по управлению в мире, и он вообще не как бы не разбирается в онлайне, то есть, ноль, то есть, но у него, например, там, его выступление стоит, там, от 50 тысяч долларов, и там, и, не знаю, работа под ключным стоит, там, от 500 миллионов в год, и, соответственно, там как раз, я когда с ним разговариваю про онлайн, он вообще, он вообще не понимает об этом, и он говорит, что вот, если бы я туда пошел, я просто взял бы человека и сказал, делай сам, все, вот, то есть, чем больше денег вы берете, тем выше ответственность, это если под ключ, если вы хотите брать в наставничество, опять же, с высоким чеком, то тут первое, о вас должны говорить, то есть, как сделать так, чтобы о вас говорили, нужно сделать какой-то кейс, набиться, например, ну, сделать бесплатно кому-то, например, вы можете там, не знаю, ко мне, к Максу, или еще кому-то пойти и сделать какой-то суперрезультат бесплатно за кейс, чтобы можно было пропиариться, и потом уже сказать, типа, я делал Белоусову, или я делал Морозову, и вот, пожалуйста, что получилось, ну, как бы, если вы сделали хорошо, мы вам дали обратную связь, окей, соответственно, мы с вами поработали, вот, это как бы тоже надо понимать, и я, например, тоже, и мне на самом деле, чем очень нравится еще, когда ты становишься в чем-то очень большим лидером, тебе большое количество людей начинает предлагать за бартер все, меня отфотографировали тут уже несколько раз очень крутые фотографы, которые стоят там по тридцатке за час бесплатно, и вообще очень много сейчас разных предложений, то есть, мне лично бренд, который стоит там полляма разработать, делают бесплатно, потому что, как бы, это я, и хотят показать, я Морозову делал его, и так далее, то есть, здесь очень важный момент, то есть, показать о том, что вам надо взять кого-то одного, кто вам нравится, кто вам очень сильно импонирует, и сделать, ну, сказать, что я готов сделать так, что я зайду в ваши ожидания, и сделать действительно очень круто, вложиться, и тогда вас человек пропиарит, вот, например, как Макс говорит, он понимал, я готов работать за 150, но я потом расскажу, это очень крутое решение, и, соответственно, я даже тоже, когда начинал, я тоже, у меня такие мысли были, и я кому-то там помогал бесплатно, это нормально, потому что стратегия, как бы, есть стратегия в короткую, это урвать сейчас, а есть стратегия в длинную, то, что я сейчас делаю, как, к чему это меня приведет, вот, и если, соответственно, как раз вот такую вот модель использовать, какой, кого бы мне взять и сделать крутой результат, это будет прям, ну, это вообще в корне поменяет ваше мышление, просто попробуйте, подумайте сейчас об этом, взять лидера рынка какого-нибудь, сделать прям сверхрезультат, и, причем, чтобы это звучало без как-то там впаривания, как-то давайте мы вам там что-то сделаем, а просто объяснить, мне нужен очень крутой кейс, поэтому я готов в вас вложиться, прям вообще вот взорвать, и тогда, соответственно, у вас получится, вас будут рекомендовать, и, ну, то есть, первое, это сделать крутой кейс, второе, это попасть в тусовку, о чем я уже говорил, когда у тебя есть кейс человека, которого знает в тусовке, вопросов, чтобы себя продавать, ну, вообще не будет, и если еще к этому добавить личный бренд, о чем Макс говорил в самом начале, это будет вообще просто взрыв башки, потому что, а вас знают, вы в тусовке, плюс у вас крутой кейс, дальше вопрос, у вас устраивается очередь, и вы просто поднимаете чек, до тех пор, пока, как бы, вам платят, опять же, как говорил Макс, вот, что еще добавишь? Еще хочу добавить, то, что вот, на самом деле, не все так радужно у меня было, как сейчас это все я представляю, 2020 год для меня был полной задницей, я уверен, для многих тоже, и у меня пошла дикая перетрансформация, меня как личности, того, что я делаю, как я делаю, в каком формате, да, и вот, просто сейчас поделюсь инсайтами, о них вы можете почитать мне в инстаграме, я выкладывал посты, да, вот, первый инсайт, который я сделал, я лежал в больнице, мне делали две срочные операции, вот, вырезали мне камни из протока, и желчные пузыри вырезали, вот, если бы два дня я еще подождал, мне кажется, я бы это все, кирдыкнулся, вот, и в общем, я две недели лежал в больнице, и я понимаю, что надо что-то менять, и в итоге, я начал самокоучинг, то есть, я те вопросы, которые я задаю на коучинге своим ученикам, я начал себе задавать, я задал себе очень простой вопрос, как я зарабатывал деньги, я выписал на листочки, вот эти все, соответственно, действия, которые мне приносили доход, дальше я разделил эти действия на две категории, первое, сложные деньги, второе, простые деньги, сложные деньги для меня были, это маркетинг, услуги, это автоворонки, сайты, там, еще что-то такое, да, легкие деньги для меня, это консалтинг, консультации, обучение, выступление, там, трекинг, и аккаунт менеджмент, да, то есть контроль ведения проекта, и самое, что прикольное, что легкие деньги, это наибольшая маржа для меня, и в этих легких деньгах 100% клиенты были довольны, представляете, 100%, а сложные деньги, это низкая маржа, куча геморроя, и только половина клиентов были довольны, да, а я вообще был недовольен, потому что я с этого мало зарабатывал, я спросил себя, а почему я 80% своего времени трачу на сложные деньги, когда можно просто отказаться от сложных денег и заниматься тем, что мне по кайфу, мне нравится, у меня получается, я сконцентрировался на выступлениях, я за последний год выступил в 50 городах нашей Родины, 50, меня это настолько наполняет, это круто, с каждого выступления у меня там 500 отметок в сториз, да, я думаю, уже задолбал всех своими отметками в сториз в инстаграме, клиенты, да, там, доверие высокое, и я просто понял, что, блин, занимайтесь просто тем, что вам по кайфу, вот у вас наполнится контекст, ну, блин, пошлите все нахер, занимайтесь этим, качайте себя в этом, вот, потому что я с детства на сцене, это не потому, что сейчас тренд, да, типа там консалтинг, коучинг, там выступать, у меня родители актеры театра кино, сцена это мой второй дом, я спросил себя, с какого хрена, я родился на сцене, тут можно сказать, ну да, меня зачали на сцене, я родился на сцене, я живу на сцене до сих пор, меня зачали вообще, когда у родителей было турне, то есть они в театре, значит, ездили по городам, и они в Питере, меня в гостинице зачали, то есть я как бы такой, театральный ребенок, да, и я спросил себя, какого хрена, если моя органика, это быть актером, выступать на сцене, там, давать эмоции, хрен ли я этим не занимаюсь, мне это получается, все, я на этом сконцентрировался, то есть личный бренд, выступление, консалтинг, все, меня все поперло, за месяц полтора ляма, нате, пожалуйста, то есть как бы просто вот вам инсайт, занимайтесь то, что вас наполняет, вот вам главный инсайт, да, вот сегодняшнего эфира. Да, и кстати, когда вы занимаетесь тем, что на вас наполняют, у вас горят глаза, когда у вас горят глаза, у вас покупают, когда у вас не горят глаза, как бы, понимаете, с грустным лицом слона вы не продадите, это факт, и как бы продавать дорого с грустным лицом, Но это как бы не очень Поэтому вот серьезно Это тяжело отказаться От того, что вам приносит боль Потому что мы русские Привыкли, ну там русскоязычный Страдать, надо пострадать Чем больше я пострадаю, тем больше я молодец Вот, соответственно наоборот Причем ты не поверишь Я тоже самое делал Я выписывал у себя Что мне больше всего приносит удовольствие Самые там простые деньги И таким образом я Узная чем мне соответственно надо заниматься За счет этого у меня сразу снова много энергии Я понял от каких проектов Я прям выписал какие проекты мне приносят деньги Какие проекты отнимают деньги Точнее энергию И я прям взял и выписал Какие проекты мне приносят Деньги и радость И просто оцифровал это Дальше просто прикладывал Это мое, не мое И после этого как-то вообще очень легко становится И люди приходят и говорят Слушай, а можно тебе заплатить Какая у тебя там Вебинар под ключ Типа VIP У меня вебинар под ключ VIP стоит 600 сделать Просто вебинар вместе провести И все это сделать И люди подходят и говорят Блин, ты мне по энергетике нравишься Потому что ты вот живой Улыбаешься Прикольно Я на других смотрю Они какие-то вот такие Слишком серьезные А ты прикольный, живой Я такой Охренеть Это работает Вот То есть Чем больше Вот как раз вы Выпишите Что у вас прет И будете заниматься только этим Люди Вот я ищу У меня есть такая фраза Очень крутая Люди покупают у нас Наше отношение К нашему же продукту И если мы кайфуем От нашего продукта И у нас горят глаза И они придумают Блин, фиг Я вот так прет Я хочу, чтобы меня Так же перло, как и у вас Слушай, ну-ка расскажи Что у тебя там за продукт Что ты там принимаешь Продаешь И соответственно Ой, я хочу это попробовать И за счет этого Соответственно люди влюбляются И вы просто возьмите Серьезно На видео запишите Выпишите все Что вы делаете в бизнесе И выпишите Что приносит энергию И вот на эту энергию Выпишите И вот расскажите Я вот делаю Вот это, вот это, вот это А с другой стороны Можете записать Чем сейчас И посмотрите на этих двух людей Ну у кого лучше будет покупать Вот Поэтому Макс Очень крутую тему сказал Что вот этот вот Этап трансформации Через него проходит Практически Каждый специалист Который достигает Какого-то высокого уровня Переоценки Потому что у меня Также была проблема Со здоровьем Меня в день рождения Возили на скорой После вебинара И так далее У меня все эти истории Тоже были Это через все проходит Поэтому когда вы Начинаете с кем-то Соответственно работать Во-первых Понять это твой человек Или не твой И при этом еще Тут еще важный момент Некоторые клиенты нам даны Для того, чтобы мы выросли Вот И возможно Не со всеми клиентами Может быть комфортно Но здесь надо задать вопрос Это я туплю И это мои проекции какие-то Или он действительно Какой-то не такой Вот Потому что Все что вокруг Это вам обратная связь Все что вы делаете Поэтому если вас Что-то бесит Зачем это вам Вот Поэтому Ваша задача Когда у вас что-то происходит Где вы это позволяете Например у меня был тоже клиент Девушка Которая Она меня Прожимала в цене И еще Хотела Личные встречи Вот И я что-то знаю И у меня как-то там Надо было денег Короче что-то И я думаю Ну ладно Пойду на встречу И я прям помню У меня каждая встреча Моя Это прям вот знаешь Вот меня поимели Вот такое чувство Меня просто взяли Поимели Просто жестко И я без энергии сижу Просто такой Думаю Господи И потом я пошел К своему психотерапевту И она мне говорит Валер А ты проститутка Я говорю В смысле Что такое Что ты так грубо Со мной разговариваешь А со мной только так Надо работать И она мне говорит Смотри Проститутки занимаются Ну обычно Не те Им Они делают то Что им не нравится За деньги И они делают то Что с теми С кем им не нравится За деньги Вот ты сейчас Работаешь с теми Тебе не нравится Но ты работаешь И я сижу Меня просто вскрыло Я думаю Блин Это так и есть Мне правда не брет А я работаю И у меня Еще причем Знаете Ключевой критерий Что в этот момент Возникает желание А не бросить мне это все А вообще Чем ли я занимаюсь Может нахрен это все И это происходит Только тогда Когда есть клиент Который высасывает Все энергии Все соки И после этого Сидишь и думаешь Господи Как вообще Я в это вписался Поэтому Не надо вообще Работать с теми Кто отнимает энергию Потому что Мы Ну то есть Во время работы Во время процесса Выполняя работа Когда мы кайфуем Мы выдаем Невероятно крутые результаты Когда мы Бесимся от того Что господи С кем я работаю У вас Просто идет Невероятное сопротивление Вам ничего не хочется делать Или съесть вкусняшку Убежать куда-нибудь в лес Чтобы вас никто не трогал Или здоровье Просто берет Тебя хлопает И говорит Ну-ка отдохни дорогой Вот И поэтому Здесь соответственно Вот как раз Ключевой момент В чем я это все веду Выберите клиента От которого Вы будете кайфовать Будет крутой результат У клиента Вы кайфаниваете И дальше все остальное Выстроится Вот как-то так Такой монолог Да на самом деле Продолжим мысль Я тоже очень люблю Сравнивать Там Работу многих С проституцией Да Я тоже проституцией Занимался Я скажу так Да Вот Тоже люблю Это сравнение Не трахайтесь с клиентами Занимайтесь с клиентами Любовью Да То есть можно Условно Переспать с клиентом Разово Да Или заплатить за это деньги А можно заниматься Любовью То есть выстраивать Долгосрочные отношения Построить семью с клиентом Да Там как бы вот Поэтому занимайтесь Любовью с клиентами Огонь Слушай Давай еще Тогда еще Немножко по методологии Какие еще Есть ключевые критерии Вот для того Чтобы Ну Ключевые критерии Дорогого продукта Да Объясню Я вначале Рассказывал Про клиентскую Пирамиду потребностей Нужно определить Что в приоритете У клиентов На каждом Уровне потребности Вспоминаем Пирамиду маслов Внизу у нас Базовые потребности Потом Понимание Кто я в социуме Потом соответственно Миссия по жизни И потом духовность Ну условно Да И вот возьмем То же самое Есть уровни И у вас У ваших клиентов Первый уровень Предположим Вы продаете сайт Первый уровень Это Приоритет цена Людям важна цена Стоимость Сайта Именно поэтому Там много демпинга То есть Люди продают сайты На тильде за 5 тысяч За 3 500 За бесплатно В минус себе Сами доплачивают клиенту Да Вот Второй уровень Клиенту важна уже Не только цена Но и предположим Качество То есть Это предложение То есть Первое это цена Второе это предложение То есть Ему важно Помимо сайта Еще чтобы этот сайт Был нормально Сверстан Чтобы его выложили Там на хостинг Чтобы настроили Интеграции Это предложение Третий уровень Это сервис То есть На первом плане У этих клиентов Не цена Не предложение А именно сервис Отношение к нему Как к клиенту То есть Это нужно Выстраивать коммуникацию Это Соответственно Отчеты Которые вы делаете По работе Это предположим Личный менеджер Для этого клиента Вот Это следующий уровень Еще высший уровень Это доверие К бренду Доверие к бренду Это если у вас Уже есть ООО И клиент готов Доплатить вам деньги Сам Только потому Что у вас есть Договор И ООО А у Васи Из Украины Нету такого Хотя сайт Один и тот же Вы сделаете Также доверие К личному бренду То есть У Васи нет Личного бренда А у Макса Белоусова Есть личный бренд Там почти 100 тысяч Пописчиков в инстаграм И куча кейсов И клиент готов За это доплатить То есть За доверие Дальше идет эмоция То есть Клиенты готовы Уже в приоритете Поставить не цену Не предложение Не сервис А именно эмоцию Которую они получают От работы с вами То есть Клиент Готов доплатить Вам деньги То есть Мне За то что он работает Лично со мной С Максом Чтобы потом В кулуарах Рассказать А мне сайт Дел Макс Белоусов А мне стратегию Дел Макс Белоусов Ему это важно Это то же самое Как вы войдете в ЦУМ Купите себе Луи Вьютон Не потому что Это классная Дорогая вещь А потому что Вы выйдете С новым ощущением себя И вы можете Своим знакомым Сказать А у меня Куртка от Луи Вьютон Это эмоции И последний уровень Самый топовый Это обучение клиента Встраивание Своей услуги Себя В жизнь клиента Это когда Например Без вашего Без вашей услуги Без вас Уже клиент Не может жить Это например Яндекс Гугл Айтюнс Эппл Еще какие-то там Агрегаторы Букинг ком Услуги психологов Меня В данном случае То есть например Я делал аудит Недавно для компании Мими Это аналог Золотого яблока Я разрабатывал Стратегию За 250 тысяч И я им доношу мысль Того что Их клиентки Которые заказывают Косметику С этого сайта Они не ради цены Туда заходят Они не ради Предложений Не ради сервиса Они туда за ощущениями И за встраивание Этого сервиса В свою жизнь Потому что Помимо продажи Косметики Этот сервис Им дает Ощущение безопасности Ощущение того Что их выслушают Как женщину Как клиента И вот эти все Точки касания Которые им дарят Спокойствие Эмоцию романтики Любви Которые они Не дополучают В обычной жизни Я не готов Встроить этот продукт Этот сервис В свою жизнь Чтобы получать Дальше эти эмоции Вот она пирамида И дальше вы спрашиваете А с каким уровнем Клиента вы сейчас Работаете И с тем ли Этим уровнем Вы работаете Потому что Ваша услуга Может быть с пятого уровня А вы пытаетесь С пятого уровня Работать с первым клиентом Да там Уровня первого И он не понимает Ценности как бы вас То есть вы пытаетесь За миллион Что-то продать А ему за пять тысяч Сайты нужны Либо наоборот Бывает Что вы пытаетесь За пять тысяч рублей Условно продать услугу За миллион В минус себе Что-то делаете Стараетесь Изъебываетесь Нужно работать С тем же уровнем Клиента Что и ваша услуга То есть если вы Продаете за 300 тысяч рублей То и работаете С клиентом Которые доросли Своим мозгом Сознанием До этой цены Как понять Доскальский Дорос клиент Проведите аудит Проведите бриф Вам же никто Не мешает Сделать первую Стратегический созвон То есть я это как делаю У меня изначальный Фильтр какой Когда ко мне После выступления Подходят клиенты Ну там пишут мне Ватсап В инстаграм Хочу с тобой поработать Я жду сутки И после 20 запросов Остается только 10 После этого я говорю Вы еще хотите Со мной созвониться То есть мне важно Чтобы это была Не эмоциональная покупка На эмоциях А как бы они мозгом Дошли до этого Да я хочу именно С этим чуваком Поработать Дальше Этим 10 Я говорю Ребята давайте Созвонимся Мы созваниваемся И я сам на созвоне Пытаюсь понять Мы подходим Мы мэчимся с ним Мы как бы Состыковываемся с ним По принципам По видению По мышлению По ценностям По проблемам Которые он хочет решить И из 10 клиентов Остается 3 Этим 3 Я говорю Ребята 100% предоплата Сразу 1 сливается 2 остаются Все я работаю С этим двумя То есть у меня Собственный фильтр Вот она Фильтрация пошла То есть как бы Брифуйте своих клиентов Находите своих клиентов Я еще слышу Между строк У тебя продажа идет От Докажи Почему я тебе Тебя должен взять Немножко другой подход Потому что Это позиция сверху И многие этого боятся Что такое позиция сверху Когда Вы выбираете Типа работать Или нет Не как вот Типа заполните бриф И вот Пожалуйста Со мной поработайте Заполните И дальше я выберу Буду работать Я с вами или нет И это определенный уровень Уверенности Который должен быть Чтобы вы могли Так говорить Потому что Это вряд ли Можно сомментировать Вы должны реально понимать Что да Как бы я готов Так вот Соответственно Как здесь Это выстраивать Когда вы работаете От Вам просто Несколько лайфхаков Из жизни Например Вы можете сказать Что если вам нужна Срочная консультация Прямо сейчас Она стоит полтос Либо можно записаться Через 4 месяца За 15 И все Офига у него Очередь На 4 месяца Так что это работает Это один из вариантов Как продавать дорого Что типа Вы искусственную очередь Выстраиваете Либо Тоже есть люди Которые говорят У меня коучинг Стоит миллион долларов Но там мест нет Для чего это делается Никто не покупает За миллион долларов Но там мест нет И все такие Охренеть Зато консультацию Хоть у него возьму Это триггер дефицита Да Триггер дефицита Это работает И Просто У разных специалистов Ну то есть Можно сверху И говорить Я вообще В любое время Под вас построюсь И все остальное Ну как бы Тжу вам цена Сразу это В любое время Хоть завтра я вас возьму А можно сказать Что Ну как бы Если вам срочно Вот столько-то Либо через такое-то время Вот И плюс еще Надо сказать Что я не всех беру Мне очень важно Понять Мы вообще С вами подходим Или нет Вот пожалуйста Например Давайте у нас Там будет Ознакомительный созвон Там типа На пять минут Мы поймем Там да-да Нет-нет Вот Либо заполните бриф Вот Но по поводу брифа Я тоже тут хочу Такой момент сказать Некоторые клиенты У которых есть много денег Они не хотят Заполнять бриф Потому что я хочу Бриф голосом Вот И поэтому я рекомендую Если вы заранее говорите Что ну как бы Это стоит столько-то И окей Если вы готовы Тогда Если вам цена ок Давайте Мы сделаем Ознакомительный созвон На короткий Поймем Да-да И соответственно Будем с вами работать Все Вот И Тогда Соответственно Это окей А если Отправляете Под бесконечный бриф Ну человек Может слиться Потому что Ему важно Ну как бы Вам важно Поговорить с вами И вас тоже Почувствовать А хочу ли я ему заплатить Потому что Это тоже Очень важный Такой момент Люди У которых есть деньги Они хотят кайфовать От покупки Вот он пошел Купил себе Порш Он хочет кайфануть От этого Порша А если он купил Порш И там Скидка большая Да Понимаете И там Он купил Порш А чувствует Что он как будто Едет в Фольксвагене И как бы И там все гремит И все остальное Господи Что Что вот Происходит Поэтому Поймите Если вы То есть Если у вас Покупает Человек с деньгами Вот как Как раз Макс сказал То есть Это Поясню Что такое сервис Человек Должен кайфовать На всем этапе Работы с вами И когда у него Создается это впечатление Дальше он пожизненно Будет покупать Ваш Порш Вот Потому что Вы Создали На всем этапе Именно вот такое состояние Если где-то У вас Сервис Спустился На уровень Вольфсваген То Как бы Извините Вот Поэтому Здесь тоже Очень важный момент И причем Тут Тут очень такой Важный момент О том Что Как раз То что тоже Макс говорил Можно один раз продать А можно В долг И вот как раз Клиенты У которых Есть деньги Они Честно говоря Не хотят Заморачиваться Постоянным поиском Поиском Людей С кем Работать Им наоборот Вот они Вас выбирают Это как клиент На всю жизнь Или как Подрядчик На всю жизнь Наставник На всю жизнь И он хочет Вас видеть Вот это вот Прям вау Во всем И вам нужно Понимать Чем дольше Вы будете Создавать Вот этот Комфорт Для него Тем выше Вероятность Он с вами В долгу Будет работать Потому что У меня есть клиенты С которыми Мы там По 4 года Вместе В коучинге У меня Потому что Их запросы Все удовлетворяются Настолько Что они готовы Годами Продлять Соответственно Вот как Подумайте Как это создать И соответственно Кто ваш клиент Соответственно Кто он Для того Чтобы было Максимально комфортно Ему И вам Вот И Я сейчас просто Аналогию Приведу Представьте Что Ваш клиент Когда выбирает Это как все равно Что все мужа Или жену Выбрать Вот ты себе Выбираешь И вот Тебе надо Чтобы вот Все удовлетворяло Вот ты хочешь Чтобы вот Все было Я не хочу Выбирать Из Я хочу Все И соответственно И здесь Как раз Можно и обсудить Что вот Я хочу Вот такого В таких-то моментах Я готов двигаться В лево вправо Вот такие моменты Для меня принципиальны Поэтому Чтобы не было Проституции Пропишите Принципы Какие для вас Важны В работе С клиентом И идеально Если вы эти принципы Покажете клиенту Скажете Я хотел бы от тебя Тоже получить принципы Или проговори Хотя бы Что для тебя Максимально важно В работе со мной Для того Чтобы это был Максимальный коннект Вот И все И все Я когда работаю У меня из них Из принципов То есть Я день в день На вопросы Не отвечаю То есть Типа Срочно Валера Прямо сейчас Мне надо А я не могу У меня как бы План Мне некомфортно Вот прям сейчас Либо Я например Выделяю У меня есть Час в день Вот на Горежоп Моего клиента Вот Я знаю Что вот у меня В час в день В такое-то время Я могу заняться Горежопами И я предупреждаю Что например Вот в это время Я готов ответить На твой Горежоп Вот Как бы И все Или там Не знаю Перед сном Или еще когда-то Ну то есть У меня есть время Я понял Что надо выделять У всех клиентов Такое бывает Окей У меня есть вот Горежоп В такое-то время Соответственно Вот вы тоже можете Прописать Но поймите Чем Вы сильнее Специалист Когда у вас есть Внутренние правила И у вас есть Внутренний стержень Вы знаете Что я работаю Вот так И когда человек Говорит Я работаю Вот так В этом есть сила А когда вы Не чувствуете Что вот Он ставит Границы Вот так вот Тогда у вас Начинает Продавливать 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 В итоге Продавит полностью Вот Поэтому пропишите Правила и это тоже один из элементов продавать дорого. Макс, еще такой, а ты, не знаю, как ты ведешь коммуникацию в продаже, ну вот я не знаю, человек вот зареет или еще что-то, как ты с ним общаешься? Как раз-таки хотел тоже в этот вопрос добавить, вот предыдущий момент. Инсайт, который я понял, клиентам круто стремится к вам. То есть, вот смотрите, вот я сейчас плотно изучаю психологию. По сути, я 14 лет уже читаю, и сейчас я погрузился в гешталь психологию, да, там Фредерик Перлза читаю. И я осознал очень крутую штуку, что маркетинг — это создание напряжения у клиента. И вопрос к вам, как вы это напряжение будете снимать? Можно дешево снимать, можно дорого. Если вы дорого снимаете, то это лучше для клиента и для вас. Объясню. Предположим, клиент хочет с вами поработать, да, он горит большим желанием, и вы ему продаете задешево. Вы ему сняли напряжение, но он не кайфует от этого. Как вот правильно вот и сказал, что это все равно, что взять Порш по скидке. Потому что Порш по скидке — это уже не Порш. Да, Порш — это именно вот ощущение того, что я могу, я смог 15 миллионов, лимонов вот занес за машину. А когда вам этот Порш тот же самый продали за полтора ляма, вы же знаете, что за полтора ляма? И вы ощущаете вы на полтора ляма, да? Поэтому люди, когда вам платят большие чеки, они ощущение покупают свое. Что я могу, что я достоин, что я накопил эти деньги, там заработал. Соответственно, когда я повышаю чек, да, я срезаю разовые продажи моментальные, да, случайные, но при этом люди ко мне стремятся. И когда они приходят и говорят, на, Макс, я вот 100, 150, я готов с тобой работать, они в абсолютно другом состоянии приходят. И это намного лучше эффект. Еще есть такой эффект, называется факел в задницу, я его называю, да. Это вот мой знакомый Толя мне об этом сказал, вот, очень понравилось. Я даже об этом публикацию в инстаграм написал. Шутка факел в задницу. Смотрите, предположим, сейчас к вам придет клиент в коучинг, и он заплатит вам 50 тысяч рублей. И именно на 50 тысяч рублей он вас будет слушать и будет внедрять. А если он вам заплатит 500 тысяч, 500 тысяч, то он каждое, сука, ваше слово будет воспринимать как нечто гениальное, и его КПД эффективности в реализации всего того, что вы скажете, возрастет до 1000%. Потому что у него в голове сидит, почему факел в жопу? Потому что у него горит, подгорает задница, отбить 500 тысяч. А есть разница, отбить 50 тысяч, а отбить 500 тысяч. Именно поэтому люди, которые покупают дорогой коучинг, они получают лучшие результаты. Потому что у них в голове сидит, я должен внедрить все, что этот чувак мне сказал, потому что я иначе буду идиотом, который заплатил полляма. Вот как бы такая фишка. По поводу ответа на вопрос, как я коммуницирую с клиентами, первый инсайт, который я понял, обязательно нужно коммуницировать из ресурсного состояния. У меня однажды был созвон с клиентом, который хотел у меня купить аудиторию за 250 тысяч. Я был невысловавшийся, уставший после трех перелетов. Я с ним созваниваюсь, он такой, слушай, Макс, мне кажется, ты не хочешь со мной работать, давай закончим. Я такой, блядь, типа, все, ну как бы сделка сорвалась, да. И просто потому, что я созвонился с ним в 7 утра, блядь, а не в 12, да. Я мог выспаться и нормально с ним созвониться. Вот поэтому вам лайфхак. Обязательно из ресурсного состояния проводите эфиры, общаетесь, продавайте, выступайте. Это очень важно. Вот. А как у меня происходит коммуникация? У меня нет определенного скрипта, потому что я пытаюсь выстроить человеческие отношения. Мне важно вот с человеком коннект поймать, да. То есть, поэтому у меня нет определенного какого, знаете, типа вот раз, два, три, который я делаю с каждым человеком. Вот. Не знаю, как у тебя это приходит. Да. Ну, у меня тоже скриптов нету, просто там какой-то алгоритм. Я в целом узнаю, типа, вообще, почему вы ко мне пришли-то? Что надо-то? Потому что, что я получу, там, не знаю, за полтос или, там, за 300? Я говорю, ну, а давайте начнем. Вообще, почему пришли? То есть, какая у вас потребность возникла? Откуда вообще? Где это вы услышали? Кто вам сказал? У кого вы это увидели? Давайте начнем оттуда. Вот вы это увидели, окей. А что дальше? Вот вы подумали, я тоже хочу. А что вы хотели-то? К чему вы хотите прийти? Ну, то есть, я спрашиваю, типа, расскажи, расскажи, что у тебя болит, и расскажи, за что ты готов заплатить. Вот. И мне сам все рассказывает. И дальше я понимаю, то есть, так, вот, надо теперь это соединить. Я говорю, окей, а от меня-то в помощь в чем нужна? Типа, сам-то почему не можешь? Я зачем? Ну, мне вот важно вот это, я знаю, с лучшим специалистом в этом поработать. Или там, вот, мне важно, чтобы было то. Ну, теперь сам расскажут что-то. Я говорю, окей, хорошо. Типа, там, когда? Он говорит, вот там тогда-то. Я говорю, хорошо, типа, у меня очередь. Если хочешь попасть в эти даты, ну, как бы, давай вноси полную предоплату, либо мы работаем. Вот. И все. Вот. И тут недавно мне звонила одна очень известная, очень известная личность и говорила, типа, вот, меня тут тебе порекомендовали, как самого крутого по вебинарам, в общем, мне надо. Но смотри, мне нужно вчера, вот сейчас надо все бросить тебе и сделать. А я говорю, ну, вот опять начинается, типа, все бросить, делай сейчас. Я, типа, вот. Я говорю, ну, окей, у меня, типа, вебинар, там, под ключ стоит, типа, 300. Ну, у меня есть время через две недели. У меня нет две недели, короче, 300 дорого, давай за 50, короче. Будешь всем рассказывать, что со мной работало. Я говорю, это вы будете всем рассказывать, что вы с Морозовым работали. И, как бы, меня пытаются продавить. В итоге я говорю, извините, но с вами я буду работать только за 600, потому что вам горит. Я вам даю сутки, если вам действительно нужно, пожалуйста, либо я могу дать своих конкурентов, которые вам можете с ним обратиться, они вот горячок вам помогут сделать. Все. Короче, ну, попрощался, все, пожалуйста, вот, если что, я готов с радостью помочь. Вот. Меня пытались всячески мной проманипулировать. Я, как бы, на все это с улыбкой отмечал. Спасибочки. Вот. Потом на следующий день мне оплатили счет полностью. Вот. Ну, как бы, это нормально, что предприниматели хотят поторговаться. Это нормально. Мы так устроены. Мы, как бы, привыкли. Вот. Но, как бы, просто надо держать свою границу, и при этом, как бы, не соглашаться. Вот. Как-то так. Так. В целом, ну, как бы, много... Мне очень понравилось с тобой вести трансляции. Я тоже чувствую, что, как бы, есть опыт. Можно бесконечно, но мы с тобой договорились на час. Вот. Поэтому, друзья, поставьте огонечки, там, сердечки, насколько вам сильно понравилось. Напишите самые главные сайты, которые вы себе выписали за время данной трансляции. Потому что мы с Максом как раз сегодня, он говорил про вот эту вот пирамиду. Мы больше про верх говорили. Возможно, кто-то из вас хотел услышать про низ. Вот. И типа, а что там, какой лендинг, какая воронка, все остальное. Мы с Максом немножко про другое говорили. Про то, что для нас считается более важным. Вот. Потому что... Ну, и как... И на самом деле я рекомендую, чтобы... Ну, я думаю, Макс сохранит трансляцию, я себе тоже загружу. Соответственно, переслушать ее для того, чтобы... Мы очень много сказали с Максом между строк. Очень много сказали между строк. И вот ваша задача – переслушайте, законспектируйте. И там очень много есть главных ключевых моментов. Вот. Особенно про то, что когда там Макс заболел, у меня тоже было. Это все идет, когда вы предаете себя. Когда вы перестаете предавать себя, свои принципы, цели, ценности, тогда почему-то все начинается идти хорошо. Вот. Если вы предаете себя, вы позволяете собой манипулировать, люди вами манипулируют и будут вас использовать. Как только вы передаете правило, что так нельзя, я хочу, чтобы было по-другому, и вы сами так не делаете, не позволяете, в целом все как-то выстраивается. Вот. Спасибо большое, Макс, что ты нашел время сегодня. Да, спасибо. Да, будем на связи. Классного тебе завтра выступления. Спасибо большое. Пока. Все. Всем пока. Спасибо.